Продавать землю или нет, решать украинскому народу. Сразу несколько полицил выступили за проведение всеукраинского референдума по этому вопросу и пообещали развернуть работу по всей Украине, объединиться с ассоциациями фермеров и аграриев, которые, по словам политиков, понимают, чем грозит украинскому народу продажа сельскохозяйственных земель. Партия Батьковщина начинает всю процедуру, разом с украинским суспильством, подготовки до проведения референдума за народной инициативой. Мы объединяемся с тем частью общества, которые, на счастье, еще не промыли низки, и они понимают, что продать сельскохозяйственную землю – это практически уничтожить, ликвидировать свое будущее. Украину продали всего за 1 млрд долларов, причем кредита. Парламент должен сказать свое слово и отменить этот позорный меморандум, который в тайне правительства подписало с МВФ. Продажа земли, манипуляции с пенсионным возрастом и пенсионным стажем, уменьшение количества получателей субсидий. Надо иметь силу и мужество развивать свою экономику и отказываться от кредитов на унизительных условиях. Популейсты и радикалы будут рассказывать ситуацию в политике именно через этот законопроект. Розповеду, что останнее народное добро продают, что людей хотят избавить останнего счастья и так далее. Я думаю, что так оно и будет в ближайшее время. Надеюсь, что уряд это выдержит и доведет вопрос до конца. В этих условиях, когда страна находится на 136-м месте за уровнем коррупции, среди всех стран страны, не допустимо снимать мораторию на продажу земли. Иначе с ней будет то же самое, что произошло с приватизационными сертификатами, с приватизацией и с крадежкой почти 5 тысяч украинских фабрик и заводов, что сруйнувало экономику страны. 1 травня мы проводим невероятный митинг, демонстрацию на Хрещатику. И там же мы начнем процедуру инициирования референдума, где каждый украинский гражданин должен сказать, что он за продаж земли в руки иноземных крупных компаний и их вассалов, тут украинских олігархов, или против такого продажа. Эта голубая коалиция, Международный валютный фонд, это закордонная банда должна почути голос украинского гражданина.